Продолжение следует... 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 Знаете, атмосфера в сборной и в клубной – это разные вещи, потому что ты в сборной встречаешься на короткий отрезок времени, который ты должен провести максимально плодотворно и принести максимум результатов. Результаты не отличаются, что командные, что сборные. И можно сказать, что в сборной всегда атмосфера хорошая, потому что ты приезжаешь на короткий отрезок такой, и всегда приятно видеть игроков, которых ты знаешь. Но не часто с ними пересекаешься, а клубная – это такая специфика, что ты каждый день там, и наступает какой-то момент усталости друг от друга. Это уже ближе к концу сезона, но когда есть хороший результат, я думаю, мое мнение, ты всегда сконцентрировал на хороших отношениях, они всегда бывают, да, какие-то конфликты, они везде есть, в плане только тренировочных. И поэтому я думаю, что это разные вещи. И в сборной прекрасная атмосфера, а также в клубе и у нас в «Зените» тоже прекрасная атмосфера, чем не доказывает результат. Ты от шуток Артема Дзюба не устал в сборной и в «Зените». Получается, и там, и тут он. Не, наоборот, всегда скучаю, когда нет шуток Дзюба, потому что это дает такой позитивные эмоции, и ты всегда расслабляешься и понимаешь, что такие люди нужны. Чем больше таких людей будет в мире, я думаю, мир будет прекраснее. А Артем вообще отличается в сборной, извините, или он примерно и там, и там всегда позитивный, всегда в хорошем настроении? Или все-таки… Обычно в жизни он позитивный, и много шуток от него в игре, он и на тренировочном процессе сконцентрирован на максимуме. И этим его отличается тем, что он большой профессионал в своем деле. У нас классные болельщики, они полны позитива и верят, что сборная России, впрочем, как и мы, в это выйдет в финальный раунд чемпионата Европы, поэтому у них вопрос такой. Как ты думаешь, до какой стадии дойдет сборная России на чемпионате Европы? То есть нам еще сборочный процесс надо отыграть, вот они уже заглядывают чуть-чуть вперед и хотят знать, до какой стадии дойдет сборная России. Это идет, ну, по результатам, которые показали парни на чемпионате мира, я думаю, что сборная сделает все возможное, чтобы выйти в финал. Здорово, дай бог. Так и было. Наши болельщики часто спрашивают, кто друзья у тебя в сборной, с кем больше общаешься. Видимо, с кем-то из ребят Мизельни, ты или, может быть, у тебя есть ребят из других клубов с кем-то. Ты с радостью встречаешься здесь, в Новогорске. Ну, я общаюсь со всеми, как бы нормально, нет такого, что где-то больше времени с кем-то уделяю, потому что футбольная жизнь, она такова, что ты тренируешься, приезжаешь домой, есть другие вопросы, семейные, вопросы, которые надо всегда решать с родными, и не так много времени проводишь вне футбола. И получается, что ты наслаждаешься тем временем, которое есть на тренировочном процессе и на базе всегда. Поэтому так общаюсь со всеми, как бы, ну, можно сказать, одинаково. А в семье, кстати, у тебя спрашивают про футбол или стараются тебя не дергать именно в домашней обстановке, чтобы ты отдыхал от него? Не, ну, как бы, можно сказать, я живу футболом, и моя жизнь построена на том, что, как бы, я играю в футбол, и все, как бы, в семье должны понимать и помогать мне в этом. Наши болельщики помнят хорошо все наши матчи, и, естественно, без этого вопроса, наверное, нельзя было обойтись. Они вспоминают, неудачный ли нас матч против сборной Бельгии, лидера рейтинга FIFA. Как ты думаешь, можно было сыграть нам чуть-чуть удачнее и взять очки у бельгийцев? Я думаю, если это была бы вторая игра после Казахстана, то мы сыграли бы намного, как бы, удачливее. Ну, не сказать, что мы сыграли плохо, плохо только в плане результата. Это первая игра, я была с таким, ну, хорошим соперником. Поэтому было тяжело, потому что парни, это естественно, переживают, хотят, ну, как бы, ждут результата, потому что отборочный раунд, все зависит от результата. И в этом плане, да. А потом уже распростились, и все показал, как бы, игрой с Казахстаном. А Казахстан, ожидал ли ты, что настолько будет простым этот матч 4-0, особенно после того, как они Шотландию просто разнесли у себя, думаю, 3-0? Не, я, он не был, как бы, легким, честно сказать, или проходным, был тяжелый матч, но мы сделали то, что должны были сделать, как бы, сделали весь план, который построил нам тренерский штаб. Они рассказали сильные и слабые качества сборной Казахстана, и, можно сказать, мы сделали правильные выводы от игры сборной Мельдии, которая произошла у нас, и добились хорошего результата. Матч против Казахстана прошел на искусственном покрытии. Как твое отношение вообще к этим полям, к этим покрытиям? Особенно много пишут о том, что они травматичны. Как ты думаешь, тебе вообще комфортно на искусственном поле? Не знаю, как бы, я до какого-то времени, недавнего, думал, что, на самом деле, они травматичны, и больше всех травм получают на искусственных полях. Оказалось, это не так, я прочитал статистику, что не настолько, как бы, один институт, и он проводил эксперимент по поводу искусственных полей, и они доказали, что не такой большой риск получения травм. Да, ну, там, как бы, работает другая группа мышц, когда ты переходишь с естественной на искусственной, это совсем по-другому, нужно время, какой-то адаптации. Ну, если сравнивать, то, конечно, я люблю, естественно, газон. Идем дальше. Впереди нас ждут два матча против сборной Сан-Марина и Кипра. Много говорят о том, что вот маленькие страны, вот эти футбольные карлики, да что они могут, но, тем не менее, есть много примеров показательных, когда они действительно могут. Что ты знаешь об этих командах, какую они таят в себе опасность? Вчера на теории нам показали, какую опасность они таят, и поэтому я думаю, что каждый игрок сборной понимает, насколько это важная игра для нас, и не будет проходных, и мы это понимаем, и мы должны добиться максимума хорошего результата для нас. А максимум хороший результат – это только две победы для нас. Какие фамилии игроков Сан-Марина или Кипра назовешь? Честно, я не знаю, как бы я не наблюдал за этими сборными, поэтому мне тяжело не сказать, что я считаю там плохими или слабыми сборными, но как бы не доводилось наблюдать за играми этих сборных. А настрой расскажи, настраиваться на Бельгию, мне кажется, немного легче все-таки, это лидер рейтинга FIFA, это сильная сборная, а вот такие вот маленькие команды, ты понимаешь, что ты классно высший ник, вот для тебя настрой, тебе когда проще настраиваться на сильного соперника, или на слабого, может быть, предельно мотивированного? Я думаю, что легче настраиваться на такие сборные. Для меня, таких команд, которые считаются рейтингом послабее или что-то, я понимаю, что нельзя обожаться, выйти и обожаться перед командой, которая слабее по рейтингу любой команды, поэтому это намного легче, потому что ты понимаешь, ты должен выйти и доказать свою состоятельность, и сделать все по максимуму. А на такие сборные, как Бельги, там настраиваться не надо, ты понимаешь, против кого ты играешь. Родные стены помогают или? Конечно. Честно сказать, у нас прекрасные болельщики, это видно было, как они нас поддерживали в Бельгии, а дома, ну это совсем другое, когда полный стадион, тебя поддерживают, тебя гонят вперед. Это прекрасное ощущение. Один из моих любимых вопросов, люблю немного помочь игрокам. Есть футболист, против которого тебе было невыносимо на поле играть, которого ты хочешь забыть, как страшный сон? Ну вот замучивал он себя на поле просто, и все, никогда в жизни не хотел бы больше с ним встречаться. Ну, из тех, против кого я играл, для меня самый тяжелый игрок был, это из тех, которые я играл, Вагнер Лав. Ого. Он был непредсказуем. И... Из вторых игроков, ну, на второе место, против кого я играл, я думаю, что... Надеюсь, буду играть против. Или в одной команде. Я думаю, что... Алан Загоев тоже... Тоже очень непредсказуем. Очень быстро работает с мячом, разворачивается. Реально очень тяжело против него тоже играть. Вот два игрока из чемпионата России, против которых реально было очень тяжело играть. Идем дальше. Чувствуешь ли ты, что после чемпионата мира отношение болельщиков к сборной изменилось? Да. Реально это так. Потому что... Очень долгая, тяжелая ситуация была в плане поддержки национальной сборной. После неудачных результатов на чемпионате мира и на чемпионате Европы совсем по-другому относились. Мало было... Приходило на матчи. Ну, это реально видно было. И парни, начиная с чемпионата мира, изменили все. Они просто взяли и повернули всю страну в другую сторону. В прошлом году чемпионат мира был. К сожалению, тебе не удалось попасть в состав сборной. Помнишь вот те мысли? Что в голове было? От досады? Или ты понимал, что ничего страшного, я буду работать и докажу, что все равно упаду на крупный турнир? Всегда есть какое-то мысленное разочарование. В первую очередь, это самого себя. Я понимал, что на тот момент не заслужил, значит. И что нужно работать, делать свою работу правильно и двигаться вперед, потому что двери никогда не закрыты. Где смотрел чемпионат мира? Удалось ли побывать на каких-нибудь матчах, может быть, тебе? Нет, чемпионат мира проходил. Как раз у нас были сборы и практически все матчи, как бы сборной наблюдали с командой, болели, переживали, очень ждали прохода в полуфинал. На самом деле, мы всегда поддерживали, вне зависимости от того, ты поехал или не поехал. В детстве я бегал очень быстро, но потом время, за один год я вырос где-то на 10-12 сантиметров и все, что было там, ушло здесь и пришлось привыкать ко всему по-другому. И потом уже пришел к той позиции, которая будет для меня оптимальной. Из мировых опорников кого бы ты выделил, кого ты считаешь, может быть, не эталоном, но вот сейчас образцовым опорным полузащитником? Из всех, которые играли, мне всегда нравился Саби Аганс. Из той позиции, которую я считаю для себя оптимальной. Какой из европейских чемпионатов тебе больше всего нравится по игровой манере и какой, может быть, ты считаешь лидером? Понятное дело, что сейчас в финале Лиги Европы или чемпионат показали, что сейчас Англия фаворит, но, может быть, у тебя, соответственно, свои предпочтения? В плане такого драйва, конечно, это Англия. Совсем бешеные скоростя и телевизионная картина, которую нам показывают, это совсем другое. Иногда нравится посмотреть чемпионат Италии, как они играют, в плане тактического. Очень много можно у них взять. Ну, Испанию. В Испании тяжелее смотрится, потому что тотальное владение мячом Барселоны, оно приятно, но не всегда. А так, в Германии, Дортмунд, люблю смотреть. Тоже очень интересно играют. Францию наблюдаю. За Саши, если не соврать, Игорь пять посмотрел последних, как Монако играл. Реально переживал, хотел, чтобы у них они не вылетели. Как-никак играет партнер по сборной, ты не отталкиваешься от этого, просто приятно, то, что играет россиянин, и ты хочешь, чтобы у этой команды было все хорошо. Вы с Сашей, кстати, обсуждали, ты, Коля, смотрел вообще историю ситуации в Монако. Да, я как бы обсуждал в тот раз, когда вот Берге, ну, как ситуация, как ему это, ну, командные это все не обсуждают, потому что это все равно, это все личное. Мне всегда просто интересно, как жизнь там складывается, как это все происходит, какие тренировочные процессы, как сам чемпионат, по телевизору смотрите одно, когда ты сам играешь внутри, это совсем другое. и очень, ну, как бы интересные вещи для себя, как вот, подчеркнул от рассказа, Саша. Ты бы сам, кстати, где хотел бы поиграть, в каком чемпионате? Мне кажется, что чемпионат Германии, в Италии было бы интересно, ну, и в Англии. В Англии? Ну, там же такой жесткий футбол, там с ногами вырывают мяч, борьбы много. Это не чемпионат России, прости. бороться мы умеем, а там, как бы так, не реально. Ну, в Англии не все борются с мячом, можно сказать, вторая десятка борется с мячом, а все остальные играют. Как тебе финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы? Согласен ты с бытующим мнением, что они были довольно скучными? Финал Лиги Европы не смотрел, был в самолете в это время, а вчера Лигу Чемпионов посмотрел. Да, я даже сказал вчера Мирзову с Бакаевым, что реально как бы наш разговор интереснее походу, чем финал Лиги Чемпионов. Потому что не брал. И даже последние 15 минут, когда команды взвинтевают скоростя, чтобы добиться хорошего результата, что-то не видно было. Наверное, перерыв такой большой для них сыграл огромную роль. Что-то они ранее закончили чемпионат и потеряли ритм игр. Так бывает. Как тебе Аякс в Лиге Чемпионов? Смотрел, как удалось посмотреть какие-нибудь матчи? Да, я смотрел. Мне они понравились еще с группового этапа, когда они в групповом этапе играли. Они реально очень интересно играли. как бы не удивился тому, что когда они добились. Я смотрел их еще когда играли квалификацию с Динамо Киевом. Мне сразу понравился Зиеш, Леон, которые играли. Ну, видно было, что качество футболистов. Немного о тренера поговорим. Кстати, чуть-чуть болельщики спрашивают, кто строжий? Станислав Черчесов, Кубан Вердыев или Сергей Семенов? Если из троих выбирать самые строгие. Может быть, кто-то еще строжий есть? Ну, смотря что подразумевает под строгостью. Я бы с удовольствием тебе помог бы. Ну, если я говорю смотря требовательность, для меня у всех одинаковая. Потому что на тренировках надо выкладываться, работать. если в плане как бы в таком жизненном моменте, который человек, который держится в такой линии, когда ты понимаешь, что, ну, что он совсем такой человек, который знает, знает, что тебе сказать и как себя вести. Первое место это, я думаю, что возьму двое. Санислав Саванович, Курбан Бекевич. А Богданыч, он, ну, можно сказать, это для меня еще, наверное, совсем по-другому, потому что я сам против него играл. и какие-то отношения, они совсем по-любому случае по-другому. В плане уважения для меня, как бы, в любом случае тренер это главный. Хоть он мой, может быть, лучший друг, мы с ним вместе играли, но если он главный тренер, все, на этот вопрос закрыт. Он для меня будет имя-отчество, уважение и требовательность, она будет всегда такая же, что если он потребовал, так и будет. Внутренний, психологический, ну, вот какие-то моменты совсем по-другому все равно. Семак-тренер и Семак-футболист они разные? Или вот как он был на поле, такой же он и вот в раздевалке? Я сказал бы, что Семак до зимы и Семак после зимы это разные вещи. Что произошло? Я думаю, что как тренер он за этот период очень сильно повзрослел. И видя это все со стороны, как бы я понимаю, что очень многое изменилось в плане отношения к вещам, к которым он относился до зимы и после зимы, это совсем другие вещи. И я думаю, что еще год-два он будет совсем другое, как бы как тренер-человек и он будет очень сильным тренером. Известна истина, что забраться на трон несколько проще, чем удержаться на нем. Как ты думаешь, удастся сохранить через год звание чемпиона России? Мы сделали все возможное для этого. В плане игры, работы, потому что надо доказать в первую очередь самому себе, а потом всем болельщикам, всем любителям футбола, которые переживают, болеют за «Зенит», что это было не просто так. Скажи, у тебя есть любимый игровой номер? Если есть, то какой? Или тот, в котором ты выступаешь, он и есть любимый? Если он любимый, почему? Ну, я не знаю, как-то 27-й номер в «Локомотиве» еще выбрал с менеджером. Мне всегда нравились нечетные числа, и я хотел взять 31-й, потому что я в «Молодежке Терека», потом в «Динамо Киеве», когда перешел в «Молодежке», тоже 31-й, мне номер нравился, и я хотел также взять, он свободен был, ну, и мне менеджер мой «Давай 27, 31-й мне что-то не нравится». Я говорю, ну, давай, как ты хочешь. 27-й, это 2 плюс 7, 9, то есть 9-ка? Да, я не знаю, как бы, не всегда, ну, как бы, нравятся нечетные числа, поэтому выбираю всегда их. Я понял. Более очень интересуется, какой стадион мира впечатлил тебя больше всего? Из всех, которых играл, наверное, это «Газпром-арена». А еще какие, может быть, понравились? По компактности у «ЦСК» понравился. В «Казани-арена» очень хороший стадион. Можно сказать, что из всех, где я играл, он будет в тройке. Энфилд. В плане, не по трибунах помещений, а вот самого стадиона, как бы, ажиотажа на матче. И в плане, как бы, все это сделано, тоже очень хорошее. А так, как бы, да. Потому что, почему я, как бы, настолько сильно был удивлен «Газпром-ареной», когда мы приехали туда первый раз играть, и я увидел стадион, который закрытой крышей, где идеальный газон, и внутри великолепно, а потом мы еще приехали, было тепло, а когда уже сам перешел в «Зенит», на улице минус 20, я зашел внутри, там уже тепло, там, ты как будто где-то, не знаю, в России, где-то в Краснодарском крае, и реально для болельщиков, а потом на улицу выходишь, а там с негавалом. Ну, это, я думаю, что он, можно сказать, один из лучших в Европе. Вспоминать свою карьеру, был ли момент, скажем так, пограничный и очень тяжелый для тебя? Или пока все идет нормально, все с твоим чередом? Были тяжелые моменты, я думаю, что они были у каждого футболиста, и у каждого человека, они в жизни бывают. Я думаю, что самый тяжелый период времени в плане футбола, я думаю, это были полтора года в локомотиве до ухода в грубину. В плане психологического тяжелого было. Но я думаю, времена прошли и надеюсь, что это были самые тяжелые времена. Мы тоже очень надеемся, надеемся, что и все будет еще лучше. Скажи, кому ты благодарен больше всего за свою футбольную карьеру, за свою футбольную судьбу? Кому ты хотел сказать спасибо? Это, наверное, конечно, папе. В плане футбола он вложил всю душу в меня. В плане того, что все, что мне дал, это, конечно, спасибо Богу. Мы делали только то, что мы должны были делать, а он помог. И поэтому я думаю, что, конечно, в плане того, что вложил меня душу, это, конечно, папа. С утра до вечера все время 24 часа напролет оставил все, занимался мной. И надеюсь, что медалью я отблагодарил его за все то, что он сделал. Скажи, если забегать чуть-чуть вперед, где бы ты хотел завершить свою карьеру и какие мысли, понятное дело, что никто об этом не любит думать, но тем менее, все равно задумываешься о будущем. Хотел бы ты быть тренером или какой видишь свою судьбу дальше? Не знаю, иногда задумываясь об этом, наверное, хотелось бы быть рядом с футболом, но ближе к этому времени ты поймешь, что лучше. когда ты отдал какому-то виду спорта, ты хочешь все равно быть рядом, потому что ты какие-то вещи понимаешь в этом. Я думаю, что после 30-ти наверное начну задумываться ближе к чему уже идти, а пока еще полностью не задумывался. А так мне нравится наблюдать за тренерами, как они работают, тренировочные процессы записываю, сборы записываю и делаю какие-то для себя выводы. Помнишь школьный период, в общем мы остались с воспоминаниями школы? Помню, как сейчас. На самом деле не знаю, для многих будет это странно, я школу любил. Любил возвращаться туда. После ухода со школы, после тренировок, всегда ждал момента, когда я вернусь в школу, увижу своих друзей по школе, потому что не так много времени получалось проводить с ними. Я постоянно был занят после школы домой, обед, тренировки, тренировки. И всегда ждал того момента, когда я вернусь, сяду за школьную парту и какое-то время проведу с друзьями. Классно. Действительно, не часто встретишь человека, который любит школу, обычно вспоминают недовольными словами. Какой любимый предмет был? Физкультура или математика. Все, что было связано с арифметикой. Мог вообще на уроках спорить с учителями. Ого! Ну, спорить это в хорошем фоне. Ну, я понимаю. Что прям могли решать задачи. Был один случай в школе в школе. Когда я учился в специализированной футбольной школе, в Мога-Беке. Я ходил в вообще призывательную школу. У нас был отдельный класс, он спортивное направление был. у нас преподавал алгебру директор школы. А он считался одним из лучших учителей на Северном Кавказе. Адам Дикий был. Он был очень строгий директор, очень строгий. Его бояли все. И сказать, насколько боялись, когда он выходил с кабинета просто вся школа просто разбегал, чтобы не попасться под глаза. И когда он заходил на урок, он был человек прекрасной души. И с ним было настолько приятно проводить урок, и он до мелочей тебе все объяснял. Это было прекрасно. Прекрасные времена. И случай такой, что вот он задает задание, он показывает написал задание на доске и говорит, уравнение одно было, большое нужно было решить. Говорит, ну, Магомед, иди решай. Ну, я книгу взял, по книге написал, и нужно было ответ вывести. Все по книге написал, все это вывожу, вывожу, ответ неверный. Ну, я написал ответ, как бы, ну, по этим все вывожу, вывожу, ответ верный. В итоге смотрит, смотрит, он говорит, ну, неверный ответ. Я говорю, ну, я говорю, то, что я вывел, как бы, верный. и он говорит, ну, вот, по книге же неверный. И он перелистнул, посмотрел решение, он говорит, ну, я же тебе говорю, ответ-то неверный у тебя. Ну, я говорю, ну, я не знаю, как бы, решите сами тогда. Ну, раз неверный. И он начинает, то, что я записал, все это делай, делай, и он все равно приходит этому ответу. Он говорит, верный. А в итоге мы поняли, что ошибка была в книге. Удивительные истории. и вот, и я помню потом парня уже, которые уже помладше, когда я приезжал навещать школу, когда было время, всегда приезжал к нему, общался с ним. И парни потом рассказывали, когда я приходил в школу, они всегда говорили, это вот, вот тот, это Магомед, который рассказывает директор. и оказывается, он говорил, если вы будете такими же учениками, как Магомед, вы 100% станете хорошими в жизни, в образовании. И, ну, вот, с того времени можно сказать, что в школе, школу я закончил неплохо. И учителя ко мне относились хорошо, я к ним относился хорошо, потому что понимал, что спорт может закончиться любой день, а образование, оно нужно. Классно. Так бы все спортсмены думали. Как ты, ты не поверишь, наша беседа длится уже 41 минуту, вот, давай тогда потихонечку закругляться, еще 4 минуты продержишься, как игровой тарик. Даже беседа выдвлекательная с тобой, мне даже не хочется ее прекращать. Давай короткий вопрос задавать, чтобы короткие ответы получить. Играешь ли ты в компьютерные игры? Если да, то в какие? Нет, не играю. Назови свою любимую книгу. Любимую книгу? Их было много, но из того, что последнее я прочитал, которое осталось в таком запоминании и невероятные эмоции, это вся правда от Белик Выберта. Любимый фильм? Самый любимый? Да, самая любимая. Ирония судьбы, например. Ну, это я так. Джентльмены удачи. Отличный выбор. Любимый актер, любимая актриса? А можно из любимых актеров несколько? То без проблем. Нас никто не ограничивает. Гвально выбирай, сколько хотим. Из новых, наверное, это Леонард Ди Каприо, Брэд Питт и Том Харди. Женщины? Тяжело сказать, потому что больше смотрю из таких фильмов. Ну, можно сказать, прямо если говорить о роли тех фильмов, которые мне нравятся, направления из тех, которые мы играли, ну, Анжелина Джоли. Из последнего, что смотрел, удалось ли посмотреть все-все-все фильмы Мстителей? Вот из этого. Из вселенной Бороди. Я не поклонник Мстителей, и поэтому мне тяжело сказать, что я смотрел вообще из Мстителей. Ну, хочешь, кто-то посмотрел? Не помню, честно сказать, не могу сказать, потому что я не люблю фантастику. Могу просто посмотреть иногда, если там ребенок включит какие-то мультики, рядом с ним посидеть. А так, не могу сказать, каких я посмотрел. А какой жанр у тебя вообще самый любимый фильм? Люблю документальные, триллеры, исторические, какие-нибудь, где есть смысл на реальных событиях, которые сняты. Что-нибудь, может, порекомендуешь нашим болельщикам посмотреть из того, что ты видел, что тебе прямо отложилось в памяти? Отложилось. Ну, наверное, это для таких психологических, тяжелых фильмов, это «Остров проклятых», наверное, многие его знают. И всегда говорят первым номером, когда говорят о таких фильмах. Да, им хорошие. Хорошие, да. Ну, их много когда забываешь, потому что ты понимаешь жанр, и мне очень нравится «Джон Уик». Я все ждал очень выхода третьего. Я посмотрел, я просто без ума был. Мне нравятся спецэффекты. Хоть и чуть-чуть есть доля фантастики, но ты можешь какое-то наслаждение получить от фильма, где каждый актер играет свою роль. Какая страна мира тебе больше всего нравится, в какой тебе не комфортнее? Вот прям душа. Россия. Отлично, правильный ответ. Скажи, много ли ты тратишь времени на социальные сети, и вообще как ты к ним относишься? Очень, можно сказать, очень мало. Я не такой, как бы, человек, который постоянно сидит в социальных сетях. Ну, из того, что больше всего пользуюсь, наверное, Twitter и Instagram. Twitter — это для прочтения новостей, которых я подписан там из мира. Instagram — это посмотреть какие-то интересные ролики или что-то такое. И совсем немного личных вопросов. Отдашь ли детей в спорт? Отдам, если сами выберут. Сам не буду настаивать, потому что я знаю, насколько он тяжелый. Но направлять будешь? Направлять буду правильной жизни, а выбор будет за ними. Расскажи, как познакомился с супругой? на ресторане. И напоследок расскажи о своей мечте. Мечте? Да. Сложный вопрос? Не сложный. Всегда мечтал выиграть чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира. Что-то, что будет запоминаться. Чемпионат России выиграл. Сейчас ждем чемпионата Европы. Дай бог твоими словами действительно сборной России грядущей чемпионат Европы на радость всем нам. Мага, спасибо тебе большое. Было очень увлекательно. Не поверишь, я тебе не все вопросы даже задал, потому что беседа действительно классная получилась. Еще раз тебя благодарю. А вас, уважаемые болельщики, я тоже благодарю за наш эфир. Далеко не расходитесь. У нас еще будут гости в рамках этого сбора. Следите за нашими обновлениями в нашей сети, в нашем официальном паблике Team Russia. Всего вам доброго. До новых встреч и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok